андроповские времена запомнились хлопковая дело узбекистан шараф рашидов 12 пятилетка была спланирована на широкую ногу отдельные цифры заставляли бы позаидовать даже тем кто на планировал 1 советские пятилетки были ликвидированы отраслевые отделы цк исчезла та самая длань компартии где это раза заводов стали такими мини боссами на своих предприятиях очень скоро перешли к расхищению основных фондов на своих же заводах вот это такой российский путь первоначального накопления после того как стало возможно выбирать политическую власть на местах а это 90-й год то процесс было уже вспять обратить невозможно здравствуйте меня зовут вершин александр александрович я являюсь доцентом исторического факультета московского государственного университета кандидат исторических наук сегодня мы поговорим про последние пятилетки советского союза про последние две пятилетки начнем с того что собой вообще представляла советская экономика почему в принципе говорим о пятилетках этот формат планирования перспектив развития народного хозяйства был избран в конце двадцатых годов при разработке плана индустриализации советского союза и сама идея принадлежала представителю госплана глебу киржановскому то есть цифра была выбрана ну не то чтобы произвольно но она была так скажем скорее удобно для исчисления показателей для планирования ну во-первых пятилетка легко объединяется в десятилетку да и соответственно цикл в 10 лет хорошо подлежит учету и планированию и в то же время пятилетка бьется на годовые циклы то есть это довольно гибкий формат который был избран судя по всему и к этому приходят историки ведь именно пятилетнее планирование всегда играла роль не столько хозяйству сколько политическую и даже пропагандистскую то есть разумеется запланировать до мельчайших подробностей все детали развития народного хозяйства огромной стороны на пять лет невозможно поэтому эта установка скорее было никаким желаем образом будущего некой целью реально оперативное планирование начиная с первой пятилетки шло в рамках более дробных циклов то есть этот цикл трехлетний особенно цикл а годовой множество показателей именно шли в рамках годового цикла первая вторая пятилетка показали это соответственно 30-е годы что в общем-то пятилетний формат он является целесообразным он подходит и позволяет эффективно планировать и индустриализацию экономики а после войны его саха его сохранили целью планирования послевоенного восстановления советского хозяйства только в пятьдесят девятом году хрущев в которой их находился постоянно в атмосфере экспериментов он предложил перейти к семилетнему плану здесь тоже имелся практически такой политико пропагандистский расчет он исходил из того что три семилетних цикла 21 год как раз завершаться к дате построения в ссср коммунизма в восьмидесятом году на поэтому была такая попытка мимолетный перейти к 7 к семилетнему циклу но сразу после отставки хрущева вскоре после отставки хрущева в шестьдесят четвертом году уже в шестьдесят шестом новые советские власти ну сочли за благо целесообразно вернуться к старой схеме не вот собственно и пятилетние циклы продолжились нас интересует в первую очередь последние две я бы сказал даже три советские пятилетки это 11 пятилетка пятилетка которая окончательно продемонстрировала крис советской модели хозяйствования это 12 пятилетка перестроечная на которую были большие надежды которые к сожалению эти надежды не оправдала и это едва начавшаяся 13 пятилетка поговорим о том почему вообще эти вот последние пятилетние циклы являются важными для понимания судеб советской экономики советского союза в частности дело в том что на рубеже 70-х 80-х годов а в полном виде в начале 80-х советская модель хозяйствования обнаружила очевидные недостатки и показала очевидные пределы своего развития без глубокого реформирования первым же признаком который говорил о том что не все в порядке было ежегодно и по пятилеткам также фиксировавшиеся сокращение темпов роста в нп то есть никакого спада резкого в целом по экономике не фиксировалась но темпы роста замедлялись и упали ниже двух процентов а в ряде отрасли имелась даже стагнация в советском союзе это был в его условиях до тогдашних это значило практически отоптание на месте то есть рост на уровне полутора двух процентов даже 2 не давал того прироста национального богатства который был необходим для решения задач национального развития улучшения условий жизни населения и главным образом конкуренции в ходе холодной войны то есть постоянную гонку вооружений требовалось как-то обеспечивать финансовым темпы в 2 процента роста национального продукта разумеется мало способствовали решению этих задач проблему увидели в общем-то достаточно рано при поздних брежневе главным образом недолгое правление андропова было понятно что система себя чувствует не очень хорошо ну назову просто ряд показателей которые в общем четко указывали на недуги несмотря на то что на инвестиции в основные фонды шло до 30 процентов естественно всех совокупных инвестиций они постоянно деградировали то есть деньги вкладывались но деньги не конвертировались в основные фонды это что это помещение этап оборудование это станки шло постоянно неизбежная но непрерывно устаревание фундамента промышленности цеха склады там мастерские все это устаревала требовала обновления на это выделялись деньги но деньги не позволяли обновить основные фонды чем это было связано это было связано с целым спектром причин главным образом с проблемами структурными модель модернизации сложившись еще в 30-е годы она свой главный ресурс к концу советского времени очевидно исчерпывала в первую очередь это демография источник дешевой рабочей силы из советской деревни он объективный сяк по естественным причинам рабочих рук было все меньше меньше не хватало а квалифицированных не хватало тем более были недостатки в системе планирования бичом советской экономики был долгострой причем эта проблема которая фиксировалась что первую пятилетку что в двенадцатую не хватало отдельных видов сырья не в первую очередь не хватало дефицитных технологий советский союз не вписался в новый виток научно-технической революции которая на западе развернулась в 60-е 70-е годы на основе компьютеризации внедрением микрочипа в советской экономике имелись эти технологии более того в ряде отраслей они были вполне на мировом уровне но механизм который позволял их опробовав в военной сфере направлять для идентификации гражданских отраслей экономики промышленности который функционировал например в тех же самых сша а мы хорошо помним да что все ноу-хау которые нас сегодня являются очевидными и распространенными тот же самый микрочип который позволяет пользоваться компьютерами смартфонами интернет все это возникло сначала в оборонке советских условиях вот этот канал перетока он функцировал крайне плохо электроника имелась неплохая у военных военные крайне неохотно делились гражданскими электроника была таким местом внимания советских лидеров в годы двенадцатой пятилетки мы еще об этом чуть позже скажем с другой стороны фондовооруженность советской экономики по отношению к численности рабочей силы постоянно увеличилась это означало что в советском союзе не решена проблема с производительностью труда советский рабочий по-прежнему работал но по официальным цифрам 45 раз хуже чем чем американец на схожие позиции например нибудь на заводе в детройте энергетика в советском союзе перри напрягала свои возможности не справлялась с решением нескольких задач с одной стороны устаревшие основные фонды устаревший переменный капитал не позволяли оптимизировать потребление энергии топлива советская энергетика работала для обеспечения вот этой неэффективной старой системы да и оснащены старой старым оборудованием и имевшие старые машины старые автомобили советские города росли достаточно быстро на фоне окончательной деградации советской деревни рост численности населения городов предполагал увеличение потребления энергии той же самой помимо этого энергии топливом нужно было снабжать многочисленных союзников в восточном блоке и за его пределами советский тнк советская энергетика работала на пределе своих возможностей за счет того что долгострой не был и жид как проблема советской экономики вот в строй аэс которые должны были решить проблему нехватки электроэнергии постоянно откладывался волкодонский завод атом маш являлся советским долгостроем в 80-е годы для решения вопроса возникла идея построить огромной мощности тэц в сибири и в северном казахстане сжигать там уголь и по сверх мощным лэп направлять его в центральные районы страны то есть пытались типа пути экстенсивном по пути более привычному советской модели хозяйствования но объективно исчерпывал свои возможности не хватало рабочих рук не хватало энергии в целом не хватало материалов материала емкой советской экономики советской промышленности один из главных признаков ее на расставший не эффективность ну и все это венчало проблема товарного и продовольственного дефицита сельское хозяйство которое было объектом пристального внимания советских властей в 70-е годы куда шли огромные средства она в общем-то как на боку лежала так и лежать продолжала зерна не хватало на массовое потребление и его же не хватало на реализацию поставленной задачи наращивания производства мяса то есть пытались решить сразу две задачи на людей накормить хлебом и мясом была сдача чисто политическая на советской системе хозяйстве это было уже не под силу закупали хлеб за границей хлеб правда был в основном кормовые сорта закупались их отправляли эти на огромные фермы где скарбливали скоту получали мясо с заведомо завышенной стоимостью идти же на прямые закупки мяса за границей массовые закупки считалось невозможным по политическим причинам где же выход в общем-то замысел двенадцатой пятилетки он вызревал уже в годы правления андропова дропов пришедший классе после смерти брежнева восемьдесят втором году исходил из того что проблема является расхлябанность советского общества проблема является коррупция проблема является отсутствие трудовой дисциплины ну и во многом он был прав действительно хотя конечно же здесь наверное в первую очередь сказывалась его профессиональная ориентация его профессиональная закалка ч который занимался контролем за внутренней безопасностью да он соответственно исходил из того что используя этот инструментарий можно решить и целый ряд других проблем в том числе проблем в области экономики ну и андроповские времена запомнились этими антикоррупционными компаниями действительно коррупция была проблемой советской экономики и в первую очередь проблемой низовой вот эти вот неэффективные заводы предприятий они в общем-то плоды своей деятельности камуфлировали часто за счет особых связи с местным руководством партийным министерством в внутренних дел на местах из в горе национальные республики то там проблема стояла особенно остро например за за кавказье грузия где действительно смычка до между хозяйственной верхушкой политической и органами безопасности была весьма сильна то же самое происходило в средней азии известны до хлопковое дело узбекистан шараф рашидов когда в общем для того чтобы показывать необходимые цифры шли на многочисленные приписки и подтасовки приписки подтасовки были главные проблемы отчетности проблемы советской статистики одно из не единственное но одно из важных и довольно болезненных проблем наличие приписок и подтасовок не позволяло объективно воспринять ситуацию увидите такой какая она есть советский транспорт страдал от от устаревания подвижного состава сектор потребительский страдал от устаревания и не не поспевал за потребностями населения и в общем-то апофеозом всего этого было на нараставший товарный дефицит и дефицит уже товаров первой необходимости том числе дефицит продовольствие который покрывался за счет закупок продовольствия за рубежом первую очередь зерна для этого была необходима твердая валюта твердую валюту советский союз получал с начала 70-х годов за счет экспорта углеводородов на ком-то этапе действительно это позволяло закрывать очевидные проблемы советской экономики то есть экспортировали газ и нефть газ и нефть в европе после нефтяного шока начала 70-х годов в общем пользовались спросом для более удобной транспортировки были построены коммуникации специальные да это трубопроводы западно-сибирских месторождений восточную затем западную европу и вот по этим трубам в европу потекла советская нефть и советский газ первую очередь рынком для сбыта являлась фрг во многом именно дешевое советское сырье стало предпосылкой для рассвета германской экономики и вот за счет того что возник появился источник валюты удавалось закрывать очевидные проблемы нехватку подписчиков товаров нехватку продовольствия и в общем это было достаточно удобно и на ком-то этапе позволило советским руководителям так скажем расслабиться проблемы можно было не решать откладывать на будущее использовать этот вот такую палочку вручалочку виде нефти нефти долларов или нефтемарок проблема заключалась в том что в начале 80-х годов и этот ручеек стал оскудевать то есть падение цен на нефть являлась очевидным фактом инструмент закрывания дыр он перестал быть в полной степени эффективным нельзя сказать о том что советская экономика сидела полностью на нефтяной игле как часто это показывают литературе отдельные историки экономиста в том числе политики той эпохи или чуть или чуть чуть более поздней эпохи в целом советская экономика от нефтяных доходов зависела немного но в очень важных областях в том числе в том что касалось массового спроса потребительского вот еще раз это все осознав андропов решил вернуться до к взбадриванию советских людей то есть вернуться к инструментариям поздней поздней сталинской эпохи коррупционные дела громкие хлопковое дело там потом в москве до тела магазина океан вскрыли огромные объемы хищений причем эти махинации вели в ряде случаев на самый верх советская элита сама погрязла вот в этой системе неэффективной и коррумпированной пытались бороться и с мелким воровством мелким вредительством на рабочих местах вплоть до того что наряды милиции в рабочее время смотрели кто не находится на работе тех людей останавливались естественно интересовались почему они в рабочее время находится не у станка начали бороться с мелким воровством на заводах на фабриках в колхозах действительно это тоже было бичом советской экономики ну наряду с таким неким массовым удивлением это действительно возымелый эффект определенная рост правительности труда фиксировался да благодаря этим мерам однако все это были паллиативы этого не могли не понимать советские лидеры первоначальный план двенадцатой пятилетки предполагал перестройку самой модели управления экономикой речь шла об ее разукрупнение децентрализации предполагалось ряд центральных министерств отраслевых реформировать или полностью упразднить их функционал передать на места на уровень республика райов и областей дать большую степень самостоятельности самим предприятием директоров заводов их свою очередь починить контролю местной советской номенклатуры и трудовых коллективов то есть это было сильно переосмысленная косыгинская реформа то есть хозрасчет по-новому самостоятельность предприятий но догадываясь чем могут заняться директора заводов вот советские лидеры исходили до из того что их неприем поставить под контроль республиканских властей и трудовых коллективов это за собой в свою очередь влекло целый ряд реформ политических которых сейчас мы говорить не будем они также были связаны с общей проблемой реконструкции советской экономики и в целом в общем то была видна здесь определенная логика также речь шла о возможной легализации мелкого предпринимательства ну разумеется на уровне мелкой торговли не более того то развеется говорить о там каком-то серьезном возвращении к нэпу не приходилось по-прежнему все это оформлялось советским идеологическим аппаратом словесным и терминологическим но идти на определенные уступки духу предпринимательства который мог закрыть ряд мелких но досадных проблем и первую очередь с массовым спросом в общем это было вполне целесообразно и все это должно было идти при жестком контроле центральной власти то есть власть центральная советская отдавала часть хозяйственных полномочий на места но речи разумеется об ослаблении власти компартии силового аппарата кгб не шло причем москва за собой оставляла контроль особо важных отраслей таких как например в пк или тяжелая промышленность тесно связанная с в пк этот план возможно был бы реализован если бы не смерть андропова андропов скончался восемьдесят четвертом году пришедшему на смену черненко первоначально пытался этому рецепту следовать но по мере ослабления генсека физически то он стали задавать другие люди ну здесь нужно в первую очередь назвать фамилию михаил сергеевича горбачева члена политбюро прошлом секретаря цк по сельскому хозяйству еще до этого первого секретаря ставропольского крайкома партии это николай рыжков который постепенно выходил на первой роли в правительстве это егор кузьмич легачев участвовал и в общем-то в скорости сошедшие с авансены тихонов глава советского правительства в последние годы жизни брежнева при андропове причерненко но в общем с восемьдесят пятого года руль окончательно взяли в свои руки вот эти вот три лидера горбачев рыжков легачев чего следовало бы ожидать от двенадцатой пятилетки с точки зрения экономиста с точки зрения здравого смысла в первую очередь и об этом говорили те кто разрабатывал сам план необходимо было сохранить хотя бы эти небольшие темпы которые имелись темпы роста в нп оставить эту самую цепочку стагнации которая была опасна как практически так и политически это всему миру демонстрировала неэффективность советской системы и ослабляла позиции сср на мировой арене сохранить темпы хотя бы такие какие не были процент полтора максимум два при этом предполагалось начать очень осторожно повышать массовые цены потребительские хотелось бы напомнить что в сср это был показатель директивно задаваемый и в низкий уровень цен он являлся практически важным индикатором того что советская система конкурентоспособна и вот создавала видимость того что советские люди могут себе многое что позволить хотят на деле это было не так товарный дефицит являлся реальностью зарплаты не позволяет приобретать ту корзину товаров которые бы хотели купить потребители в результате деньги складировались на банковских счетах в сберегательных кассах и возникал очень опасный денежный навес на деле являющийся скрытой инфляцией в один прекрасный этот ящик пандоры неизбежно бы открылся поэтому те кто пятилетку 12 разрабатывал пред предлагали наряду с удержанием темпов начать постепенно повышать подпитивские цены что позволило бы немного это инфляционное давление снизить ни один из этих рецептов к сожалению не был взят на вооружение в реальности 12 пятилетка была одобрена в 1986 году на партийном съезде ставила перед собой очень амбициозные цели в рамках политики так называемого ускорения объявленного горбачёвым сразу после его прихода к власти ускорение развития социального развития экономического но если за этим соответственно культурного политического и так далее вместо осторожной программы удержания ситуации горбачёв и связанные с ним советские руководители в общем-то задали такой довольно популистский тренд 12 пятилетка была спланирована на широкую ногу она мыслась не только до 90 года даже до 2000 отдельные цифры заставляли бы позаидовать даже тем кто на планировал первые советские пятилетки удвоение национального богатства увеличение в три раза потребление домохозяйств такие красивые знаковые для советского человека вещь как решение жилищного вопроса модернизация всей линейки изготавливавшиеся советской промышленной продукции то есть в 86 году порядка двадцати девяти процентов произвившихся в сср на промышленных товаров могли считаться полном смысле слова современными по задумке горбачёва и его соратников эта цифра через четыре года должна была достигать восьмидесяти с лишним процентов речь шла в первую очередь о чем о популистском тренде увеличить уровень потребления увеличить уровень поднять уровень жизни провести модернизацию в ряде чувствительных секторов таких как жилищное строительство да как массовая товарная индустрия и таким образом получить поддержку для проекта который реализовывали новые советские руководители при этом источников для этого рывка не просматривалась никаких структурных реформ и которых в общем-то действительно думали при андропове их не предполагалось осуществлять если не считать довольно вульгаризированную программу вот той самой де централизации но тем не менее на основе так скажем массового энтузиазма определенного наследия времен андропова да и общего такого душевного подъема советских людей в эти годы восемьдесят шестом восемь седьмом годах даже наблюдалось выполнение показателей пятилетки в этом смысле весьма полезным делом были так называемые эксперименты в сфере народного хозяйства в ряде секторов промышленности в ряде советских республик на отдельных заводах ввязь новые подходы к управлению то есть новые модели хозрасчета новые модели планирования новая модель отчетности они имели разную степень эффективности но в целом горбачев и его окружение посчитали что эти эксперименты были чрезвычайно успешны поэтому вместо детального разбора того что же получилось а что не так как мы сегодня понимаем положительных итогов были вполне себе отрицательные вот очертя голову новые советские лидеры кинулись вот эти инновации воплощать в жизнь их мультиплицировать в масштабе всей страны что же за реформы были осуществлены ну с расчет на первую очередь на инициативу на местах но если как мы помним андропов предполагал при этом жесткий контроль центра то горбачев поддавшись общему демократизму эпохи вам во многом его инициировав серьезно усугубил и у серьезно углубил то что предлагалось ранее во первых были ликвидированы отраслевые отделы цк отраслевые отделы цк которые были таким оком москвы да над директорами заводов по всей огромной стране от бреста до владивостока которые дублировали общесоюзные министерства исчезла та самая длань компартии до которая могла направить если нужно покарать тех кто отходил от центрального курса тех кто увлекался коррупционными делами и не выполнял установки москвы помимо этого был принят закон о предприятии которые фактически ну сделал его самостоятельной ячейкой хозяйствования это серьезно увеличило полномочия директоров заводов попытка обойтись только лишь контролем трудовых коллективов без наличия зоркого ока сверху привела к тому что ну диктора заводов стали такими мини боссами на своих предприятиях и опираясь на массовый популизм и иногда на массовую демагогию в общем-то очень скоро перешли к ну грубо говоря расхищению основных фондов на своих же заводах вот это такой советский ли можно как если ведь более конкретно российский путь первоначального накопления он был именно вот такой на фоне демократизации политической на фоне процессов нарастания гласности процессов реформирования политической системы вот эти все тенденции они общем получили самостоятельную логику и после того как стало возможно выбирать политическую власть на местах а это 90-ый год то процесс было уже вспять обратить невозможно то есть если проект который предлагал андропов допускал возможность откатить назад в том случае если бы реформа показала свою неэффективность то во что вылился горбачевский проект ну фактически в общем-то вело к распаду единой экономики советского союза экономика начала коллапсировать в 90-м году и эти темпы стали неконтролируемые в 91 на фоне плохого урожая упало сельское хозяйство массовый дефицит перешел все возможные разумные пределы спутником больших городов стали огромные километровые очереди разумеется о выполнении каких-то показателей пятилетки уже говорить не приходилось были сорваны весьма амбициозные цели поставлены в 12 пятилетку в частности предполагалось полностью перестроить советскую электронику которая ну действительно по общему валовому объему производства микросхем была третья в мире после сша и японии но отставание от сша и японии было колоссально чтобы этот разрыв наверстать нужно было иметь только в сфере электроники по 10-15 процентов роста для за ни о чем похожим говорить не приходилось хотя совещания в кремле шли горбачев их лично проводил принимал у себя академика в который ему доказывали необходимость развития электроники но это все оставалось в итоге на периферии внимания по сравнению с так скажем с политически очень яркими лозунгами ликвидации дефицита и так далее советское сельское хозяйство в годы 12 пятилетки развивалась буквально черепашьим темпом даже на фоне тех цифр которые показывали предыдущие пятилетки то есть за 86 90 год сельское хозяйство дало бы лишь три процента роста при всех огромных инвестициях которые шли в этот сектор плюсом было лишь то что эти цифры были достигнуты при гораздо меньшем вложении в основные фонды в сельском хозяйстве то есть без излишнего разбазаривания ресурсов и сырья однако советскому потребителю который не доедал мясо и недополучал сыра например это конечно все было для него малым утешением в итоге 12 пятилетка осталась в основном не выполненной продемонстрировала ну тупик определенные в вопросе реализации программы ускорения и начавшиеся вслед за этим программы перестройки с 87 88 годов при этом несмотря на все кризисные явления в экономике советская верхушка продолжала сохранять высокие темпы инвестирования военно-промышленный комплекс несмотря на завершающуюся холодную войну и на попытку как как-то эти инвестиции сократить они по-прежнему хомутом висели на шее советского хозяйства в этой связи стоит сказать о том что парадоксально но факт планирование на предстоящую пятилетку отнюдь не останавливалась в 1991 году съезд народных депутатов одобрил план 13 пятилетки в общем-то его философия повторяла философию предыдущей пятилетки в первую очередь это наращивание массового потребления потребление домохозяйств за счет сокращения инвестиций в производство в основные фонды опять-таки сохранялся популистских лозунг опережающего ввода в строй новых площадей жилых то есть все те лозунги с которыми горбачев шел во власть да они остались и не были сняты вопреки тому что очевидно экономика задыхалась в девяносто первом году она уже находилась ситуации распада бюджет трещал бюджет не позволял сводить концы с концами не позволял поддерживать нужный уровень закупочных цен в сельском хозяйстве что вело к еще большему падению производства сельскохозяйственной продукции ссср еще больше залезал в долги с западным банком на эти деньги закупалась канадская аргентинская американское австралийское зерно которое тут же проедалась экономика занималась как выражаются экономисты самоедством фактически она работала на самого с производства и уж даже с этой задачей справлялась не вполне удовлетворительно вот вопреки всем этим реальным которые казалось бы должны были подтолкнуть к более разумным задачам в области планирования советские руководители по-прежнему стояли на таких популистских позициях источником для вот этого всего масштабного строительства на последнюю пятилетку предполагалось сделать военно-промышленный комплекс только в девяносто первом году была поставлена задача его конверсии конверсия должна была развернуться масштабно до девяносто пятого года предполагалось вдвое в ряде случаев и втрое нарастить объем выпускаемой гражданской продукции военными заводами то есть дать те самые стиральные машинки холодильники плитки которых не хватало советским женщинам на кухнях такой предмет очевидного недовольства обычного советского человека но как уже тогда было понятно план это тоже был большой степени популистки так как программа конверсии требовала колоссальных вложений на конверсию было запланировано 40 миллиардов рублей которые было взять непонятно где но даже та модель которую хотели осуществить она в общем-то не давала системного итога надо было расшить узкие места советской оборонки которые не позволяли осуществлять переток ресурсов технологии между оборонкой и гражданскими секторами экономики по-прежнему оборонка была таким миром в себе который ну вместо того чтобы делать танки всего лишь переходил на производство стиральных машин поэтому не очень понимаю какие нужны машинки в каком объеме и так далее не по одному из показателей программа конверсии так и была осуществлена последняя пятилетка принималась первым съездом народных депутатов это ее 91 года и в общем-то по большому счету уже никого не интересовало то есть страна на всех парах устремилась к демонтажу политической системы к окончательному прощанию с властью коммунистической партии гласность забивала даже те голоса разума которые имелись ее приняли довольно вяло без серьезных обсуждений в общество видимо понимали депутаты глубине души что никакой реализации этой пятилетки речи идти не будет в общем то так оно и получилось и последняя тринадцатая пятилетка в общем то фактически даже не была на читах должна была продлиться до 95 года асср как известно распался в декабре 91 можно сдавать вывод о том что кризисные тенденции в советской системе в годы предшествовавшие 12 пятилетки набирали темп советские лидеры это видели шло планирование реформ направленных на преодоление структурных перекосов советской экономики и эта работа шла уже в годы правления предшественников михаил сергеевича горбачева однако сам михаил сергеевич горбачев несколько изменил курс этого планирования и вместо так скажем спасения фундамента советского хозяйства его несущих конструкций он и его команду увлеклись довольно яркими но скорее популистскими реформами которые экономику не спасли а лишь загнали и и в еще более глубокий кризис на этом фоне последний пятилетка являлась скорее политическим манифестом доживавшего свое советского союза чем реальным планом развития экономики